Поддержка семьи с детьми, социальные программы Мурманской области и планы по переводу муниципалитетов на одноглавую систему управления. Председатель комитета Мурманской областной думы по социальной политике и делам семьи, координатор Мурманского регионального отделения ЛДПР Станислав Гонтарь встретился с журналистами, чтобы рассказать об инициативах, которые уже внесены на рассмотрение депутатов и о планах на будущее. Одна из наиболее обсуждаемых сегодня в медиапространстве тем – это переход всех муниципалитетов Мурманской области на одноглавую систему управления. Проще говоря, был глава и глава администрации, а останется только один руководитель. Этот шаг позволит и бюджетные средства сэкономить, и руководство упорядочить. Как считают депутаты, не будет размытия власти. Жителям будет проще понять, кто и за что отвечает. Я непосредственно поддерживаю эту инициативу. Мы на собрании межфракционном в областной думе рассмотрели очень подробно этот момент. И пришли к мнению о том, что все лидеры фракции выступают за вот эту инициативу. То есть мы подписали законопроект, как соавтор будем выступать все лидеры фракции. И, соответственно, депутаты-одномодатники, которые, они должны как бы от них посылки. Ну и мы тоже самоподдержали. Я думаю, что 27 октября на комитете по законодательству и местному самоправлению этот законопроект будет рассмотрен. Будет принято решение о том, что либо в первом чтении он будет рассматриваться, либо сразу в трех чтениях. И на заседании 3 октября, я думаю, что этот законопроект будет рассмотрен, поддержан. Еще одна важная инициатива, которая интересует жителей региона – расширение возможностей применения регионального материнского капитала. На минувшем заседании областной думы руководитель фракции ЛДПР в областной думе Станислав Гонтарь внес проект в повестку, предложив коллегам разрешить применять эти деньги для лечения ребенка, образования родителей и в ряде других случаев. В первом чтении проект поддержали. Ко мне на прием приходили много женщин и говорили о том, что есть материнский капитал, есть определенная сумма, но зачастую необходимо использовать, к примеру, на дорогостоящие лечения. То есть деньги как бы есть, но целевого направления не было в этом направлении. Также детям необходимо санаторно-курортное лечение и проезд к месту санаторно-курортного лечения. Тоже говорили о том, что хорошо бы, если бы этот материнский капитал можно было бы использовать на эти цели. Соответственно, я внес такой законопроект в Мурманскую областную думу. Мои коллеги-депутаты, увидев этот законопроект, посмотрели, поработали с ним. И мне предложили в сентябре, уже когда перед началом заседания областной думы, еще два пункта внести в этот законопроект и совместно уже внести в областную думу. Главное, считают депутаты, чтобы деньги шли именно на пользу детям. На улучшение их здоровья или бытовых условий. Ведь для этого материнский капитал и создавался. Он на самом деле небольшой в Мурманской области. Это 141 585 рублей. Но тем не менее, мы даем возможность нашим многодетным семьям использовать еще не только в тех рамках, которые были заложены законопроектом уже действующим, но еще на такие определенные мероприятия, которые был посыл именно от многодетных семей. Большое внимание во время завтрака со СМИ Станислав Гонтарь уделил СВО. Сегодня ЛДПР оказывает поддержку тем, кто находится на спецоперации. Отправляют туда гуманитарную помощь. Тема эта партийцам близка. Так как среди представителей регионального отделения ЛДПР есть те, кто сегодня защищают нашу родину с оружием в руках. Самарин Николаев у нас, наш член партии, он боец 200-й Печенской бригады. Был дважды ранен, тяжело ранен. Но после ранения он получил медаль. Значит, он награжден медалью за отвагу. Медалью за отвагу, дважды ранен. И сейчас вернулся опять на СВО. Он сказал мне, мы недавно созванивались, он сказал, что в декабре вернусь в короткий отпуск. А 9 сентября в Москве состоятся дни Мурманской области в Совете Федерации. Станислав Гонтарь отправится туда вместе с Андреем Чибисом, председателем областной думы Сергеем Дубовым и еще рядом коллег. Депутаты и министры планируют поднять вопросы сильного подорожания топочного мазута и необходимости очистки Кольского залива от затонувших объектов. Цена резко взлетела. Нам приходится выделять денежные средства из резервного фонда. Хотя мы эти деньги, денежные средства, воспользоваться на социальные различные программы. А мы сейчас будем латать дыры, грубо говоря, за счет резервного фонда, за счет того, что резко взвинтился ценным на топочный мазут. Также во время дней Мурманской области в Совете Федерации планируют обсудить и реализацию социальных проектов в регионе. Кстати, про социально-экономическую сферу жизни области разговор продолжится и в Мурманске. Сразу по возвращению из Москвы депутатов ждет заседание комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по социальной политике. Там порядка пока в проекте порядка 20 вопросов рассматриваю. Я буду представлять от Мурманской областной думы проект. Обращение Парламентской ассоциации Северо-Запада к председателю правительства Мишустину о том, чтобы увеличить денежные средства, которые выделяются. Компенсация за, ну вы знаете, что 1200 рублей. Эта компенсация получают те, кто ухаживает за инвалидами первой группы, за теми, кто уже старше 80 лет. И они не могут, эти граждане, чтобы получить эту компенсацию, они еще должны не работать. Как сообщил Станислав Гонтарь, размер компенсации сохранился неизменным с 2008 года. При этом МРОД тогда составлял чуть более 2000 рублей. Сейчас он по стране перевалил за 16 тысяч рублей, а компенсацию так и не пересмотрели. С точки зрения депутата это несправедливо. Эту мысль и хотят донести до правительства страны.